И снова большая русская Волна-2015 в Хургаде. Организаторы отмечают, что юбилейный фестиваль оказался полноценным международным праздником спорта и музыки. Он собрал участников из России, Украины, Белоруссии, Бразилии, Германии и Египта. Я хочу похвастаться у нас в этом году прекрасный состав диджеев. Я считаю, что, наверное, один из сильнейших, мне кажется, возможно, я буду, может быть, не скромен, но, может быть, лучший состав диджеев в этот раз. Тоже, кстати, международная команда. Это диджей Слава Шелест, сооснователь Мегаполис ФМ. Это Александр Белоусов, давний резидент русской волны. Третий наш участник такого трио диджеев русской волны 2015 года – это Крис Хелмбрехт, он из Мюнхена. У него диджейский псевдоним «Диджей Тузиро». Диджей Александр Белоусов, о котором говорит Андрей Краснов, работает на русской волне уже в пятый раз. Однако ходить на руках ему нравится больше, чем под парусом. У каждого свой выбор. Самое главное, что никто ничего не пытается, все просто такие, какие есть. Люди сюда приезжают, они получают удовольствие от жизни. И, ну, самый красивый человек – это естественность. Здесь все естественные. Это привлекает других естественных людей. Даже если кто-то пришел с кукушками, они как бы куда-то улетают. То есть люди становятся естественными. Ну, это стандартная картина русской волны. Все приезжают там с пятью айфонами, с десятью ноутбуками. Через неделю все люди уезжают просто в Нирвана. И как бы тут дело не в вечеринках, я считаю, что это просто потому, что здесь ветер. Потому что это море, потому что это образ жизни, который ведет светлое будущее. Светлое, хорошее, приятное. Главное, ради чего вот уже 15 лет участники русской волны собираются в разных точках мира – это, конечно, водные виды спорта. Поэтому после соревнований по фристайлу, который выиграл украинский чемпион Андрей Сальник, были проведены кайтовые гонки по слалому. Очень захватывающий вид спорта и очень захватывающие гонки. Наверное, можно их, если вот с таким популярным видом спорта, как в сноуборде – это бордер-кросс, да? То есть те, кто гонял бордер-кросс, те знают, что это такое. Действительно, когда идешь достаточно кучно и скорость очень высокая, борешься не только с собой, но и с соперниками. Тут и адреналин зашкаливает, и стараешься гораздо лучше. И у нас уже есть серьезные результаты у России на этой арене. Это Петя Тушкевич чемпионом мира стал несколько лет назад по фристайлу. И вот в прошлом году девочка из Санкт-Петербурга, Лена Калинина, стала серебряной призеркой чемпионата мира в рейсинге на кайте. Что тоже очень-очень круто на самом деле. И это тоже дает дополнительные силы. И то, что не важно, что там Россия вроде не совсем летняя страна, а это летний вид спорта. Нет, у нас тоже могут быть результаты серьезные в этом виде спорта. И в виндсерфинге тоже у нас серьезные результаты. Там и на детской олимпиаде у нас было две серебряные медали. Вот, это очень здорово. Конечно, профессиональный спорт на русской волне – главное занятие, но далеко не единственное. Важной составляющей фестиваля организаторы считают все, что окружает основную соревновательную программу. А вот еще одна традиция русской волны – выбирать самую красивую участницу фестиваля. Инструктор по кайтингу Полина Лунина на одном из предыдущих фестивалей была удостоена почетного звания «Мисс Русская волна». Однако в этом году яркая блондинка в конкурсе красоты не участвовала. Нет, мне одного титула, он, как говорится, присваивается и на всю жизнь. Поэтому дублировать, я думаю, что смысла нет. Но я могу сказать по своему опыту, что вот та вот «Мисс Русская волна», этот конкурс – это было вообще что-то невероятное. Это такая атмосфера, это такой драйв. Я не знаю, мне кажется, что у меня на год хватило еще вот этого позитива, вот этого скандирования Полина. Это было счастье. Не участвовала Полина и в соревнованиях по боди-арту, которые вызвали на фестивале большой ажиотаж. Возможно, потому, что здесь никогда нет победителей или проигравших. Зато фантазировать можно на любую тему. «Русская волна» – это солнце, море, улыбки, позитив, движухи, музыка, волны, ветер. Девушки красивые, парни симпатичные. Огромный прилив эмоций, только положительно. Два фактора. Первый – друзей повидать, увидеть, потому что многих видишь только раз в году на сейшене. Ну и второе – спортсмены погонятся. То есть в свое время гонялся, был спортсменом, выступал в дисциплинах разных. Сейчас на тренерскую работу перехожу, судьей становлюсь. То есть помочь пацанам выявить, кто из них сильнее. Дополнительных позитивных эмоций участникам и гостям фестиваля добавил еще один интересный. На этот раз вполне спортивный конкурс. Он не требовал напряженной борьбы с ветром и волнами, однако участникам этого соревнования нужно было как можно быстрее пройти дистанцию, проложенную в бассейне с помощью весла и рук. Редактор субтитров А.Семкин Ну а для тех, кто хотел на русской волне научиться погружаться не только в воду, но и в себя, были организованы уроки йоги. Несмотря на то, что приезжает все больше и больше тех людей, которые ты видел в прошлом году, то есть это такая семья становится уже, разрастающаяся постоянно, но в то же время у каждого какие-то новости в жизни происходят, новые люди с новой энергией приходят, и все это вместе создает такой удивительный микс хорошего настроения, а хорошего настроения никогда не бывает мало, и оно никогда не устаревает. Поэтому я как будто в первый раз здесь. И еще одна важная составляющая большой русской волны – благотворительность. Участники фестиваля и пострадавшим от наводения дальневосточникам помогали, и мальчику, и инвалиду на протез скидывались, но это не афишируется. Ну, конечно, это немаловажная составляющая, конечно, это приятно, да, но мы опять же повторяюсь, русская волна – это часть некой системы, такой, которую мы, в общем-то, делаем свое скромное маленькое дело. А программа юбилейной русской волны исчерпана. Награды вручены, и команда большой русской волны прощается с жаркой гостеприимной хургадой. Что будет в следующем году, пока не могут сказать даже организаторы. Для меня самого это постоянная интрига. Поэтому я, честно сказать, не знаю, что мы выкинем в ближайшее время, но во всяком случае надеюсь, что вы будете с нами, ну и будет интересно. Редактор субтитров А.Семкин